Всем привет! Вы на канале InvestFuture. Мы обсуждаем продолжающееся падение финансовых рынков, давление на нефтяные цены и отрицательный НДФЛ для бедных, который предлагают ввести в Россию. Ну что ж, друзья, мы видим, что волосильность на финансовых рынках сохраняется. И после выходного дня в понедельник в Америке рынки снова открылись и снова открылись в красной зоне. Причем, ого-го, какой красный. Продолжаются распродажи именно в акциях технологических компаний. Также сильно падают банковский и финансовый сектор. То есть, по сути, все, что сегодня максимально завязано на современные технологии и все, что максимально сильно отросло с мартовских минимумов. И мы видим, что после этого внушительного пятимесячного ралли падает, корректируется технологический сектор. Индекс NASDAQ 100 упал более чем на 4%, а всего за три последних дня в совокупности теряет уже более 10%. Все американские голубые технологические фишки находятся под очень сильным давлением. Но, конечно, ярче всех выделяется компания Tesla, которая сегодня падает аж на 15%, а с начала сентября теряет уже 20%. Основная причина распродаж в акциях Tesla – это отказ S&P включить ее в состав индекса. Это именно то, на что надеялись многие инвесторы, возможно, многие крупные инвесторы. Ну и также напомню, что на днях произошел сплит в акциях Tesla, в преддверии которого бумаги активно покупали. Сейчас мы видим, также активно сбрасывают. Для меня пока единственное разумное объяснение всего происходящего – это фиксация прибыли. Потому что многие люди купили финтехи, IT-компании, телеком-компании именно в период пандемии, выбрав это в качестве такого защитного актива. Потому что очевидно, что эти компании даже в кризис работали и заработали даже больше. Потому что отчеты за второй квартал мы увидели по этим компаниям весьма и весьма приличные. Но сейчас, когда все меньше и меньше кажется вероятность повторных жестких локдаунов, об этом постоянно высказываются руководители самых разных стран мира, в частности, даже Сергей Собянин в Москве такой комментарий сделал во вторник, то, по сути, инвесторы понимают, что, наверное, пришла пора все-таки фиксировать прибыль в вот этих вот уже перегретых отраслях и перекладываться во что-то более реальное. И действительно, мы видим, что в последние несколько дней вот то, что относится к реальной экономике, чувствует себя намного лучше, чем IT-компании. Как реагировать на все происходящее? Моя точка зрения ни в коем случае не паниковать, несмотря на то, что я понимаю, что у многих за последние несколько дней портфели ушли в минус, либо растеряли былые прибыли. Но смотрите, вот я отталкиваюсь от того, что у меня портфель диверсифицированный. Когда я вам рассказываю о создании портфеля, я всегда говорю, что нужно стараться разбавлять его акциями из самых разных секторов экономики. Перекос только на тех сектор может быть очень опасен, мы это обсуждали. Я надеюсь, что у вас тоже портфели созданы максимально сбалансированным образом. Ну и в такой ситуации, в общем-то, бояться нечего, потому что, ну вот там даже те тех компаний, которые я покупала в рамках ленивого портфеля, это компании, у которых растущая выручка, растущая прибыль, у которых есть перспективы бизнеса. И я не думаю, что этим компаниям что-то угрожает на данном этапе жизни. Это коррекция, которая назрела, безусловно, очень давно. Я все-таки склоняюсь к тому, что эта коррекция будет выкуплена, потому что на рынках сейчас достаточно много денег, которые, ну, действительно не знают, куда им пойти. Да, часть этих денег сейчас перенаправляется в, ну, скажем так, условно, реальный сектор экономики, который во многом недооценен, у которого есть перспективы восстановления вместе со всей остальной экономикой. Об этом чуть позже еще поговорим об экономических перспективах. Но техногиганты уж точно никуда не исчезнут. Да, возможно, коррекция, потому что рынок был перегрет, и все это прекрасно уже давным-давно понимали, но поводов для паники я не вижу, поводов для каких-то немедленных там распродаж качественных компаний я тоже не вижу. Другое дело, что сейчас нужно быть, конечно, очень осторожными с акциями относительно мелких технологических компаний. Которые там еле-еле вылезают на чистую прибыль или вообще остаются убыточными, но при этом их акции покупали, и акции взлетели в небеса за последние несколько месяцев просто за компанию со всем индексом NASDAQ. Что будет с компанией Tesla, конечно, тоже у многих вопрос. Я думаю, что вот на данный момент Tesla лишилась существенного фактора поддержки, и текущая коррекция вполне закономерна. Мы с вами обсуждали, почему я не беру Tesla в ленивый портфель, потому что, конечно, Tesla — это мечта, Tesla — это перспективы, но пока все-таки это не реальная экономика. Хотя я ни в коем случае не хочу назвать Tesla компанией пузырем, потому что у нее действительно есть будущее, но есть и большая конкуренция впереди. Кстати, про конкурентов. Акции компании Nikola, прямейшего конкурента Tesla, подорожали во вторник. Там был подскок на 30% в моменте. На новостях о том, что Nikola заключает стратегическое партнерство с концерном General Motors. Американская компания заявила во вторник, что покупает долю акций Nikola в размере 11% и стоимостью в 2 миллиона долларов, а также объединиться с Nikola для разработки грузовиков на аккумуляторно-электрической основе. GM также сообщает, что будет выпускать электропроводный пикап Nikola Badger. В результате инвесторы бросились покупать акции Nikola. GM сообщает, что рассчитывает на прибыль более 4 миллиардов долларов за счет роста стоимости акций, контракта на выпуск модели Badger и других льгот в рамках соглашения. Так что конкуренция действительно показывает себя во всей красе. Tesla уже не единственная компания, на которую ставят сторонники прекрасного будущего. И, конечно, поведение с текущими акциями в портфеле будет зависеть от того, когда вы их покупали. То есть, если покупали уже достаточно давно и у вас по-прежнему сохраняется хороший плюс, ну, если вы консервативны, можно зафиксировать часть полученной прибыли. Чего бы я точно не советовала делать сейчас, это шортить Tesla. Потому что падение уже достаточно сильное, 20% за несколько дней. И, ну, не любит рынок шортистов Tesla. Возможно, в какой-то момент пузырь из хлопницы, но когда это произойдет, мы не знаем. Пока каких-то реальных оснований для этого нет. Компания, наоборот, балует достаточно неплохими новостями в последние недели с точки зрения производства и так далее. Поэтому все-таки не стоит этого делать, на мой субъективный взгляд. Слишком большие риски. Теперь хотелось бы поговорить про падение цен на нефть, потому что это отдельная история. Нефть упала ниже 40 долларов за баррель. Самые низкие уровни по Brent с конца июня 2020 года. Внутридневное падение около 5%. Это, конечно, довольно мощно. Что происходит? Судя по всему, отправной точкой для падения стали действия компании Saudi Aramco, которая в выходные заявила о том, что цену сорта Aeroplite для Азии, а этот регион является крупнейшим рынком сбыта для Saudi Aramco, цена будет уменьшена, причем второй месяц подряд, почти на полтора доллара за баррель. То есть, фактически, Саудовская Аравия пытается продавать нефть по более низким ценам, для того, чтобы хоть какие-то деньги получить. Потому что понятно, что нефтяная держава находится не в самом благоприятном состоянии, даже несмотря на то, что нефть несколько месяцев болталась в диапазоне 40-45. Это все равно не такие высокие уровни. При этом The Wall Street Journal передает новость о том, что Китай с середины июля снизил закупки нефти, а рост спроса на бензин в США приостановился. Вот в этой формулировке важнее всего именно Китай, потому что, вы знаете, что в мае-июле, когда нефть была совсем-совсем дешевой, Китай с удовольствием эту дешевую нефть закупал и складывал ее в хранилище. И вот мы видим, что в августе импорт нефти в Китай упал почти на 7,5% по сравнению с июлем. И ожидается, что и в сентябре, и в октябре объемы импорта продолжат сокращаться. И, соответственно, вот мы и видим, что Саудовская Аравия делает ставку на азиатский рынок, предлагая ей купить нефть подешевле. Но, возможно, азиатским странам эта дешевая нефть уже и не нужна, потому что им просто ее некуда складывать. И вот представители четырех из десяти азиатских нефтеперерабатывающих компаний, с которыми общалось агентство Bloomberg, заявили, что воспользуются снижением цен на нефть. Только четыре из десяти для того, чтобы увеличить закупки. И вот этот сдержанный интерес к саудовской нефти, возможно, и оказывает давление на текущий рынок. По отношениям США и Китай тоже не все гладко. Мы видим, что во вторник действительно несколько негативных новостных потоков столкнулись. Стало известно, что США готовятся рассмотреть запрет на продукцию из китайского хлопка, произведенного в провинции Синьцань, потому что предполагаются нарушения прав человека в этой провинции. Якобы там используются местные жители, которых заставляют выполнять самую черную работу за копейки. Ну, очевидно, что, наверное, это все-таки является в первую очередь предлогом для того, чтобы ввести санкции. Но так или иначе, пока непонятно, насколько масштабным будет этот запрет. То есть это будет вся продукция из хлопка, ввозимая в США из этой провинции или в целом из Китая. Или она распространится также и на текстиль, готовую одежду. Пока вопросов больше, чем ответов. Но, конечно, любые жесткие заявления по этому поводу могут негативно сказаться на спросе на рисковые активы во всем мире. И нужно понимать, что вот эта провинция Синьцань, это не просто какой-то абстрактный регион. Это, по сути, центр мирового производства хлопка, азиатский центр. И именно там выращивается хлопок, производится текстиль, нефтехимия и другие товары, которые используются на китайских фабриках. И очень крупные мировые бренды одежды, такие как Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Hugo Boss, именно там покупают хлопок и очень сильно зависят от цепочек поставок из Китая. Так что ситуация очень серьезная. И несмотря на то, что в последнее время многие компании из текстильной индустрии уже пытались переносить свое производство в другие регионы, например, во Вьетнам. Но все-таки не получается дешевле и качественнее, чем в Китае. Поэтому там по-прежнему остается достаточно много подвязок у крупных мировых домов моды. В общем, грядет серьезный скандал. Рынкам не помогли сегодня даже умеренно оптимистичные заявления рейсингового агентства Fitch, которые сообщают, что мировая экономика оправляется от тяжелого кризиса быстрее, чем предполагалось ранее. И прогноз падения мирового ВВП улучшен. Теперь ожидается падение по итогам 2020 года в 4,4%. Но при этом Fitch, конечно, максимально осторожен. Говорит, что в ближайшее время темпы восстановления экономики могут вновь замедлиться. И не стоит ожидать V-образного восстановления экономики. Потому что был первоначальный позитивный импульс, связанный с открытием экономик после карантинов. Но он уже сейчас начинает ослабевать. При этом сохраняются серьезные проблемы с безработицей в Европе. Компании сокращают капиталовложения. И, кроме того, меры социального дистанцирования остаются в силе, потому что распространение вируса на самом деле не взято под контроль. Несмотря на то, что руководство многих стран просто боится вводить новые жесткие меры, понимая, какие у этого будут экономические и социальные последствия. Эксперты ФИЧ улучшили прогноз для экономики США. На 2020 год ожидается падение на 4,6%. Прогноз роста китайской экономики на данный момент 2,7%. Но зато по некоторым странам прогнозы были пересмотрены в худшую сторону. В частности, по еврозоне, по Великобритании и в целом по emerging markets. Правда, без учета Китая. И отчасти это связано с ухудшением ожиданий по экономике Индии в 2020 году. Но, кстати, по России ФИЧ дает довольно оптимистичные прогнозы. И считает, что российский ВВП упадет не так сильно, как прогнозировалось ранее в 2020 году. Падение составит 4,9%. Прошлый прогноз был 5,8%. Также ФИЧ считает, что российский рубль в 2021 году не упадет, а через год так вообще укрепится. В 2021 году курс доллара по их прогнозу составит 71 рубль. В 2022 году так вообще 69 рублей. Вот тогда, друзья, и заживем. Но вот глава ВТБ Андрей Костин, похоже, что-то знает. Потому что он выступил с предложением ввести отрицательный налог на доходы физических лиц для бедных в России. Кстати, в прошлом году еще Костин одним из первых заговорил об отмене подоходного налога для бедных. Но, правда, потом эта дискуссия как-то переросла в повышение ДФЛ до 15% для людей с высокой зарплатой. То есть, очевидно, что Россия постепенно отходит от плоской шкалы налогообложений. И вот проходил у нас тут московский финансовый форум, на котором Андрей Костин так много говорил о социальной политике, что мэр Москвы Собянин даже спросил, не планирует ли глава ВТБ возглавить на думских выборах партию социального роста. На что Костин ответил, нет, спасибо, я уже как-то прикипел к месту банкира. Ну, хорошо. Что говорит Костин, налоговые льготы для малоимущих это меры по стимулированию экономики. Цитата, я год назад предлагал ликвидировать для малоимущих НДФЛ, эта тема не нашла поддержки и бог с ней. Но мы трансформировали эту идею. Мы видим, что в ряде западных стран, в том числе и США, используется стимулирование занятости, когда мы из безработных делаем людей работающими. Одним из них может являться вычет НДФЛ вплоть до отрицательного, например, для семей малоимущих с большим количеством детей. Людей работающих, но с низкими зарплатами. Ну что ж, будем наблюдать, к чему этот разговор был начат и к чему он в итоге приведет. Потому что мы знаем, что в публичном поле ничего просто так не происходит, никакие идеи просто так не появляются. Особенно их не озвучивают главы крупнейших российских банков. Ну, вот как-то так выглядит текущая картина на рынках. Мы видим, что, конечно, новостей много, эмоций достаточно много. Будьте, пожалуйста, осторожны. Еще раз в качестве напутствия скажу. Понятно, что там и тот же Zoom, и та же Tesla, это очень сильно перегретые компании. Но, как написал в телеграмме Евгений Коган, шартисты, они на то и существуют, чтобы их периодически выносили. Поэтому, пожалуйста, не принимайте слишком поспешных решений, подумав, что вы вдруг все про финансовые рынки поняли. Финансовые рынки – это такая материя, достаточно сложная, и, как правило, почему-то они оказываются хитрее, чем мы с вами. Именно поэтому я выбираю очень спокойное и максимально ленивое инвестирование, когда я даже не каждый день заглядываю в свой портфель, посмотреть, что там происходит. Хотя новости с огромным интересом отслеживаю и анализирую. У меня на этом на сегодня все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Лайк, если понравилось. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. И до новых встреч на нашем канале в наших следующих полезных роликах. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока, до новых встреч.